Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о своем первом опыте работы и собеседований. Я хотела попробовать профессию бариста, поэтому отправляла свои заявки во множество кофеен. Но ответила мне всего две кофейни, и то достаточно через долгое время. Я вообще думала, что меня никто никогда никуда не возьмет. Ответили мне OnePriceCoffee и СкуратовCoffee. OnePriceCoffee, я вначале думала пойти туда, но почитав отзывы, я передумала. Там много за что штрафуют, очень плохо относятся к сотрудникам. Короче, как повезет с коллективом, так и будут к тебе относиться. Поэтому я решила остановиться на СкуратовCoffee. Почему вообще я отправила заявку именно туда? Потому что, почитав сайт, я увидела пункт, что все обучение, работа проходит без криков, без оров, все спокойно, хорошо. Это был важный пункт, потому что мало кто любит, когда на тебя орут. И мне написала девушка в WhatsApp, что она хочет пригласить меня на интервью. Как бы собеседование у них называется интервью. Я очень волновалась и не спала всю ночь перед этим событием. Но все же поехала. Вот эта женщина написала мне, нужно подойти будет к баристу за баром и спросить, где же управляющий, который будет принимать у меня интервью. Придя в кофейню, кофейня находится на Маяковской, метро Маяковская. Я, если что, из Москвы. Она достаточно большая. И вообще, я ни разу не была до этого скурата в кофе, ничего вообще про эту кофейню не слышала. Вообще не знала о ней. Да, я зашла в кофейню. Баристы были очень милые. Все мне подсказали, позвали управляющую. Как я думала на тот момент, не знаю, то ли менеджер она, то ли управляющий. В общем, была девушка в таком, в черном платье в белый горошек. Она очень милая вообще, ну, как бы очень располагает к себе. Она сказала мне подождать и позже она меня позовет. Когда же она меня позвала, мы пошли в другую часть кофейни за стол. И там сидела уже другая девушка, которая мне показалась более надменной, что ли, я не знаю. Ну, не такой милой, как девушка в платье. Но это только так показалось. На самом деле она тоже очень хорошая. Я все равно нервничала, села, у меня даже в поспорте ладони. И мне стали задавать вопросы. Почему я вообще нервничала? В моем понятии собеседование это как в фильмах, дорамах, что сидят, не знаю, пять человек, профессора какие-то, директора, и спрашивают у тебя вплоть до таблицы умножения. И еще при этом успеют накричать. И поэтому я думала, что все собеседования проходят так. Но мои вопросы были абсолютно спокойные, легкие. Меня просто спросили там, про что я закончила, и т.д. и т.п. Также были вопросы, которые я назвала как вопросы для долгих разговоров с друзьями. То есть, насколько я счастлива от 1 до 10, что мне нужно для счастья и всякое такое. Я не буду разглашать все вопросы, потому что не думаю, что это правильно. Скажу образно. Также там были вопросы по типу ситуации. Что бы я делала, если бы было так? Или если бы произошло вот это, мои действия. Я, конечно, волновалась и такая, ну, что-то там сказануло. По типу, они меня спросили, вот я приведу реальный вопрос все-таки. Что я буду делать, если ко мне подойдет гость и скажет, что вы приготовили напиток говно. Типа, он говно, полное дерьмичи. Я ответила, что, ну, вы же сами его заказали. Но я переделаю. Подумав немного, я сказала, что я переделаю. И потом, после самого интервью, я думала, что мне перезвонят, не напишут. Потому что такой фигни я там наплела. Думаю, все, прошляпила. Также после окончания интервью, там лежали на подоконнике и конвертики. Мы сидели, когда за столом. И мне вот так протягивают конверт вот такой. И говорят, это тебе. То есть, еще важный момент, который не уточнила. Когда я только села за стол, девушка, которая была за ноутбуком управляющая, которая не в черном платье, а другая, сказала, давай перейдем на ты. Потом, узнав компанию, в дальнейшем все управляющие, менеджеры, баристы, неважно, какой у тебя статус в работе и сколько тебе лет, все общаются на ты. В целом, это очень правильно. Это как-то сближает людей, делает из этого большую команду. Но мне было тяжело, потому что я не привыкла к такому. Особенно с незнакомыми людьми, которые старше меня, я всегда на вы. Поэтому я ответила, хорошо, давайте на ты. Но общалась все равно на вы. Притянули мне только конвертик, в котором лежала... Такая брошюра с тем, что предоставляет сама кофейня. Ну, то есть, про саму компанию и что вообще в ней есть, какой кофе и т.д. Также вот такая вот открыточка. Я думаю, потом буду снимать еще их ближе отдельно. Но вот тут вот написано... Большое спасибо вам за отклик, как бы не разворачивались события дальше. Очень круто, что вы доверяете нашей команде. Очень мило. Вот наклейки. Также комикс. Путь Бориста. Пробуждение силы. Позже я узнала, когда начала стажироваться, что это рисовали художники кофейни. То есть, с Куратов кофе есть свои собственные флористы, художники, дизайнеры и много разных остальных людей. Комикс очень интересный. Я прочла. Прям прикольненько такой мини-комикс. И тут есть тоже наклейки. Такие кофейные. Но я не знаю, буду ли куда-то их использовать. Я обычно никогда не использую. Мне всегда жалко. Ну и каков итог? Я думала, что мне никто не напишет, не перезвонит. Мне сказали, что через 3-4 дня, точнее 2-3 дня вам напишут. И прошло, получается, 4 дня. И нет ничего. Я думаю, ну все, наверное, я не прошла. И тут не в WhatsApp, как я думала, что мне напишет та же девушка, которая переписывалась со мной до, мне написал управляющий уже моей будущей кофейни, что приглашает меня на 2-е интервью. И когда мне будет удобно подъехать. И я думаю, ничего себе. Видать, не так плохо ответила. Приехала я на 2-е интервью. Она уже проходила в кофейне, в которой я стажировалась в будущем. Кофейня находится на... Между, можно сказать, можно на любом метро доехать. На улице 1905 года или Краснопресненская. Вроде так. Ну, я и приехала. Мое первое впечатление о кофейне, я думала, что по размерам помещение такое же большое, как и на Маяковской. Но я ошиблась. Как бы, я думала, что сама кофейня располагается в бизнес-центре. И думала, что она проходит сквозь бизнес-центр. То есть, с двух сторон можно зайти. И я даже увидела, что с той стороны дверь, тоже бар. Думала, интересно, какие баристы там работают. В дальнейшем же я поняла, что это было зеркало. И кофейня абсолютно небольшая, такая маленькая, уютненькая. Когда проходило второе интервью уже с моим управляющим, вопросы были схожи, но добавились новые ситуации. И я думала, что в конце нашего интервью он скажет, я там так же напишу тебе через 2-3 дня. Но он сказал, что мне понравились твои ответы, поэтому приглашаю тебя на завтрашнюю стажировку пробную. Я подумала, ничего себе, пробная стажировка, меня, ничего себе. Но, да ладно. Согласилась. Первый день стажировки. Перед этим мой управляющий сказал, чтобы я одела футболку светлую, темный низ, то есть штаны, джинсы, но только темные. Черные лучше. Обувь любая, про головной вору мне никто ничего не говорил. Я пришла, светлый в белой футболке, в черных штанах, и как бы все. Потом оказалось, что я должна была быть в рубашке, то есть униформа с куратов кофе, это рубашка, и так же головной убор. Ну, в итоге меня снарядили там в чью-то рубашку, нацепили какую-то фигню на голову, не знаю, ну, она была прикольная, мне понравилась. Первый день стажировки был где-то несколько часов, но не очень долгий, то есть не полностью смена. За мной прикрепляется наставник. С наставницей меня познакомил управляющий во второй день интервью. И наставник как бы на протяжении всей твоей стажировки с тобой. На первый день, первый пробный день стажировки был очень такой самотошный, как бы это была середина дня, насколько я помню, и было достаточно много людей, но не помню, какой был день недели, по-моему, будни. Но так как бизнес-центр, там, понятное дело, будут люди. У меня не было каких-то сложных обязанностей. Я должна была замывать посуду, поддерживать частоту в зале и в баре. Но также мне говорили очень большую информацию по поводу, где что хранится, где чего. Естественно, ничего я не запомнила. Но даже в первый день я успела налажать. Точнее, была очень такая достаточно неловкая ситуация. Вот я ее до сих пор помню. Я мыла посуду, никого не трогая. И в этот день, вот помимо просто обычных гостей, как я поняла, туда пришли баристы из других кофейн, у которых был выходной в тот день. Я подумала, что, может быть, они пришли посмотреть на меня, но вряд ли. Но просто потом никто из барист не приходил никуда. Такого не было. Может, просто так совпало. В общем, в другие дни моей стажировки были только гости. И у нас бар, он, как, за ним можно сидеть гостям. То есть, мы находимся за баром, внутри бара, но с двух сторон есть барная стойка, за которой сидят посетители. И туда сел бариста, который пришел к нам. Я не буду называть оригинальных имен, поэтому назову его Петр. Ну, в общем, этот Петр, он пил кофе, мы поздоровались. И когда я мыла в своих мыслях эти чашки, посуду и все остальное, и он говорит, можешь, пожалуйста, помыть мою чашку? Я говорю, ну, без проблем. Помыл его чашку, натирала, натирала. Я еще, когда смотрела на нее, думаю, странная чашка, я таких тут не видела. То есть, я уже успела посмотреть, какие там в наличии имеются. Думаю, ну, мало ли, может, не заметила. И поставила в посудомойку. То есть, посуду, которую мы моем, мы потом ставим в посудомойку. продолжаем мыть оставшуюся посуду. И он меня спрашивает, а где моя чашка? Я говорю, это была ваша чашка? Он такой, ну да. Короче, я эту чашку, блин, достала, отдала ему. Оказывается, это его личная чашка. То есть, в скуратах кофе можно приходить со своей посудой, то есть, со своими чашками, со своими термосами. И вам туда нальют напиток и даже еще сделают скидку. Но я-то об этом не знала, поэтому мне было достаточно неловко. Также неловкий момент. Мне нужно было расписываться в туалете за чистоту, за наличие мыла, там, крема. И моя наставница отправила меня расписаться. Когда я туда зашла, там не обнаружилось маркера. Я выхожу, чтобы попросить у нее маркер, но она была занята с другим баристой. То есть, в тот день была я, моя наставница и другой барист. Ну, опытный тоже. И они вдвоем были заняты, у них что-то случилось с кофемолкой. И вот этот Петр в свой выходной, по сути, он сказал, ты можешь спрашивать что-то у меня, если тебе непонятно. Я говорю, где маркер? В общем, в итоге мне нашли маркер. И пока я этот маркер как бы получала, кто-то зашел в туалет, и я этого не увидела. Поэтому я дергаю ручку, а дверь не открывается. Я опять к этому Петру и говорю, туалет закрыт. Он такой, ну, наверное, там кто-то есть. Я говорю, а, ой. Короче, возможно, подум... Можно подумать, что это какая-то фигня, но это реально было очень неловко. Еще эта чашка, этот туалет, и дофига людей, посуда просто гора была. Для меня это было очень тяжело в первый день, просто полный трэш. Потом, как, естественно, это и бывает, я думаю, первый день был в моей стажировке просто лучший на свете по сравнению с остальными днями работы в баре. После окончания пробного дня ко мне подошел управляющий и спросил, как мне. Что я могу ответить? Я сказала, что пока очень странно, непонятно, все новое, так что я... Ну, он спросил, как мне, понравилось или нет. Я говорю, я не знаю. Я, честно, не понимаю вот эти вопросы после первого дня работы, первого дня на новом месте учебы, понравилось мне или нет. Откуда я, как я могу понять за один день? Нет, конечно, мне пока ничего не нравится. Я всех боюсь, все для меня чужие люди. Я могу, возможно, сказать, вот, например, в колледже я поняла, что я чувствую себя спокойно в этом месте только спустя два с пол... год, нет, два курса, получается, в середине второго курса. А всего я училась четыре года. Типа, и тут первый день. Как тебе? Естественно, я ничего, ни одного не ответила. Ну и, собственно, мой управляющий сказал мне, что я... как бы, он берет меня на работу. На работу стажером. Пункт номер три. Что же... что же меня уже ждало на основной стажировке? Как я и говорила ранее, мне нужна была кофейня, в которой обучают кофе, приготовлению кофе. То есть, с нуля. во многих кофейнях, как я потом узнала тоже, есть обучение, но я не видела, вообще не слышала нигде, ничего нет. То есть, на сайтах написано не было, может, я не была внимательна, но не суть. Аккуратно в кофе есть тренд-класс. Что изучают в тренд-классе? В тренд-классе есть платформа SkillSpace, там получается лекции, видео-лекции, которые надо читать по сервису и по кофе. Это как бы дома ты делаешь онлайн. И также тренд-класс, в который ты приходишь и тебя уже учат. Вот первый этап это заваривание воронки в 60 и второй этап это эспрессо, то есть настройка эспрессо и взбивание молока, приготовление молочной классики. Если по-простому это капучино, латте, нет, не рафа и что там флэт-вайт. И эти тренд-классы это как ну как учеба прям, то есть каждые все пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. И два экзамена вот. Успешная сдача экзамена допускает тебя к приготовлению данного напитка в баре. тренд-класса что? Тут начинаются мои насыщенные недельки. Тренд-класс. Как бы занятие, одно занятие в тренд-классе длится два часа, но час на дорогу туда, час на дорогу обратно достаточно много. Это как ездить на одну пару, на которую мало кто ездит. Но тренд-классы совпадали также с моими сменами в баре. А смена в баре, которая полная, она допустим с 6 до 15 и с 15 до 23. Достаточно много. И тренд-классы бывают либо до, либо после. То есть иногда меня со смены отпускали чуть раньше, чтобы я успела доехать. Но это все равно очень выматывает. И когда у тебя каждый день тренд-класс, также еще смены иногда бывают. И также смены бывают по выходным. То есть 5 дней у тебя тренд-класс, и также допустим в субботу или воскресенье, или вообще в субботу и воскресенье у тебя бар. По сути у тебя выходных нет. Но у меня было так, что 5 дней у меня тренд-класс, и в субботу например у меня смена. соответственно выходной у меня только один на неделе. Это полный трэш. То есть бывает я знаю, что есть шестидневка в школах, в колледжах, в институтах. Но это тяжело все равно. Тем более это что-то новое для меня туда-сюда таскаться. за время моего обучения я начала основную стажировку в середине января, а сейчас март. И вот это вот время, за это время, получается, за половину января и февраль у меня было достаточно много нервных срывов таких прям жестких. Мне было очень тяжело, потому что по урокам по сервису нужно было делать много конспектов на каждый урок, то есть ты не прочел лекции, а потом там есть также тесты промежуточные разные в конце каждой темы и как ты его напишешь, если ты допустим не запомнил и у тебя не записано. У меня вот я ввела вот такую тетрадь, то есть вначале я записывала всякие там конспектики, лекции, знакомство с командой, еще что-то. Мне очень нравились уроки по сервису, скажу сразу. Это было очень интересно, там разные кейсовые ситуации, но мне очень не нравился тренд-класс и сами лекции по кофе, они были огроменные, то есть самая такая огроменная лекция, по кофе. И на первое занятие в тренд-классе я должна была принести свои конспекты. Как мне объяснили, тренера в тренд-классе любят, когда конспект написан от руки, но извините, когда я увидела количество того, что я должна написать, я сказала нет. В общем, половина у меня записана в тетрадке, а другую половину я напечатала, то есть, чтобы вы понимали, это очень много, тут три блока, но я справилась. Потом, ну, как бы по кофе, что там было в лекции, там было, где оно произрастает, как его собирают, как оно обрабатывается, я на первые свои разы думала, что нахрена мне эта информация, ну, типа, блин, зачем? То есть, в моем понимании, можно сказать, также было, что бариста это тот, который просто готовит кофе, и все. Про настройку эспрессо я вообще даже не думала, у меня дома есть кофемашина, вы думали, я его настраивала, я просто его наливала. Ну и плюс, ну, это всегда так, когда ты не знаешь об этой профессии ничего, у тебя есть какие-то собственные предположения о том, как там, но чаще всего наши ожидания, наши придуманные какие-то что-то, наше воображение, то, что мы себе надумали, не совпадает с реальностью, как у меня и произошло. Ну, примерно, в целом, я была, как бы, права, но в большинстве моментах, конечно, я, можно сказать, обосралась, все было не так, как я думала. Вот первая часть моего обучения, получается, я прохожу лекции и также вхожу в тренд-класс. Первая, это вот воронка в 60. Я думала, что это сложно, потому что мне нужно было научиться настраивать помол зерна, чтобы заварить вкусную чашку, но потом, когда я познакомилась с эспрессо, воронка, это просто ангел, это самое лучшее, что было в моей жизни за период обучения кофе. Экзамен, экзамен принимается тренером и управляющим кофейни. Экзамен я по воронке сдала успешно и перешла на эспрессо. С эспрессо в целом с настройкой самого эспрессо было все отлично у меня, все хорошо. С молоком поначалу все было тоже великолепно. Но в один прекрасный день во время экзамена и после него начался полный трэш. Перехожу к следующему блоку как раз таки почему я уволилась, почему я не прошла свой путь бариста до конца. Вернемся к экзамену. На экзамене дается 15 минут на настройку эспрессо и какое-то там не знаю ну допустим примерно скажу минут 30 на приготовлении напитков молочной классики. Это два капучино, два латте и два флэт вайта и также еще два эспрессо. Два потому что я одно подаю управляющему другое тренеру. И этот период я сравнила с тем что вот вы сейчас поймете с тем что я сяду за стол начерчу круг и он мне не получится хотя до этого я его спокойно рисовала то есть в один прекрасный день я разучусь рисовать хотя до этого я это умела делать и всегда это делала. Также с молоком до этого у меня было все хорошо и вот во время экзамена и после дополнительной уроки как будто меня подменили на экзамене я предупредила сразу я по своей натуре медлительная то есть вся моя работа заключалась всегда в одном месте это за столом за ноутбуком за чертежами за рисованием тут же все немножко по-другому тут как бы важна скорость потому что когда у тебя очень много людей приходит когда начинаются запары ты должен быстро приготовить напитки и как можно скорее их отдать гостю и мне было тяжело плюс это что-то новое и соответственно как ты будешь делать что-то быстро то чего ты не знаешь то есть как-то тебе нужно время чтобы довести это до автоматизма а автоматизм равно быстро я предупредила что я не смогу я если я буду очень торопиться то это повлияет на качеством напитков но мне сказали попробовать то есть насколько все было плохо сколько я разучилась взбивать молоко вот в втором классе два тренера допустим их будут звать Полина и Алина вот вначале у меня была Полина я с ней прошла воронку потом она ушла в отпуск и я занималась с Алиной и когда поняли что у меня ничего не уходит со мной также уже вернулась из отпуска Полина и со мной начала заниматься Полина по сути со мной занималась два тренера одновременно ну и вот я погналась за временем во время экзамена эспрессо я настроила хорошей но молоко у меня просто все абсолютно на каждый напиток не получилось и мне поставили дополнительные занятия так меня предупредили еще заранее ничего страшного если ты с первого раза не сдашь тебе поставить дополнительные занятия все будет в порядке то есть ты можешь пересдавать раз пять но перед каждым экзаменом я же проверяла подходит мне эта профессия или нет я себе говорила что если я не сдам с первого раза то я пойду отсюда нафиг это возможно глупо так думать и так говорить но я не знала на тот момент нравится мне это или нет скорее даже больше я немножко мое желание изучению и учению кофе опадало шло на спад потому что когда у тебя что-то не получается ты недоволен ты раздражаешься и у тебя нету желания продолжать дальше что чаще всего бывает я также по своей натуре очень строга к себе мне нужно чтобы все было идеально а тут как бы вообще в чем-то новом очень тяжело чтобы у тебя с первого раза что-то получилось хорошо хотя бы хорошо и первый экзамен я сдала поэтому думала ну значит все нормально но когда у меня все просто пошло коту под хвост с молоком и в дополнительных на дополнительных занятиях каждый раз я слышала слово заново 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 и думала боже зачем зачем я буду тратить на это время лучше уже найти что-то что-то по душе что-то на что я готова потратить свое время чтобы это улучшать и совершенствовать чем вот это то есть вот вот этот ком не с данного экзамена это вот первый ком он на меня давил так же мысли которые думали мое не мое оставаться не оставаться и это все очень так вот угнетало меня с каждым днем соответственно смены в баре тоже раем не казались я была постоянно подавленная очень грустная один раз у меня даже случился как бы такой небольшой нервный срывчик в самом баре я расплакалась прям там и я много говорила об этом с наставницей вот про свои ощущения про свои мысли также говорила про молоко говорю стоит ли мне вообще продолжить дальше если так это все идет ну понятно что не все сдают первого раза я могла бы и пересдать второй но вот этот экзамен и мои мысли также я ну как бы я видела достаточно много минусов в этой работе для себя когда тебе что-то нравится вот я просто приведу в пример когда тебе что-то нравится ты готов пройти трудности как бы минусы есть везде и ты готов пройти эти ну принять эти минусы мириться с ними пройти трудности но когда тебе это нравится но когда тебе это не нравится тебе этого делать тоже не хочется даже даже не то что ты это не делаешь тебе это не хочется сделать ты не хочешь их решаете справляться с этими минусами а скуратов кофе это не просто ван прайс кофе в котором непонятно что тебе там подмешали это спешлти кофейня в которой должны работать профессионалы собственно которые там работают и чтобы стать профессионалом какого это дело ты должен любить саму профессию и все что с ней связано чтобы совершенствовать уделять этому время и впитывать эту информацию в себя но когда ты не понимаешь что тебе это надо что-то такое типа блин я просто попробовать то ничего не идет то есть мне даже можно сказать перехотелось сидеть изучать кофе дополнительную информацию как чего и за время моих стажировок в баре я поняла что скучаю по творчеству по рисованию профессия бариста как мы сказал мой управляющий тоже творческая но смотря в каком плане понятное дело что она творческая особенно там латы арты какие-нибудь там еще что-то но для меня творчество это в первую очередь рисование то что ты делаешь руками именно рисование не то что я делаю руками тоже кофе я тоже делаю руками ну как бы творчество она разносторонние разные направленности но у каждого человека творчество значит другое что-то для него и чтобы заглушить как сказать свою тоску по рисованию я рисовал на стаканчиках я вставлю фотографии видео я даже думала чтобы такая блин раз у них есть свои художники может быть мне устроиться художником ездить по кофейням и рисовать на стаканчиках это я правда очень сильно хотела ну и вот в общем этот экзамен это раз я думаю ладно потерплю еще немного я привыкла трудности проходить как бы мне не было тяжело допустим взять пример с колледжем четвертый курс особенно я поняла что мне не нравится профессия дизайнер и я даже надумывала уйти из колледжа не закончив его ну чтобы я искала другое я вообще без понятие поэтому но я смогла справиться с трудностями потому что это творчество это рисование это черчение то что я знаю понимаю и что и чем я занималась на протяжении своих 20 лет я смогла справиться с этими трудностями и дойти до конца я всегда прохожу трудности и довожу все до конца но тут я думал что я сделаю так же но я решила выбрать все-таки себя и свои чувства не издеваться над собой и уйти но я не ушла же ведь сразу я решила под после экзамена еще немного потерпеть и подумала ну если мне все-таки суждено уйти что-то еще должно возможно произойти что даст мне толчок и так сказать последний пунктик за то что я должна уйти а не остаться последним пунктиком стала моя последняя смена она была вечерняя то есть с 15 до 23 я стояла за кассой то есть эта смена была только я и моя наставница третьего бариста не было как обычно я стояла за кассой у кассира там достаточно тоже много обязанностей это подписывать стаканчики потом ориентировать гостей по меню пробивание заказов выдача десертов и ну вообще много еще чего ну естественно я плохо разбиралась каких-то моментах также закрытие кассы и его закрытие кассы там разные документы разные чеки которые нужно печатать вообще в кассовом аппарате очень много разных функций и все сразу тоже ты не не уловишь и до этого что хочу сказать вообще про мои смены с моей наставницы проходили очень хорошо то есть она постоянно мне все подсказывала по 500 раз одно и тоже мне повторяла то есть все хорошо а в этот вот в эту пятницу мне показалось что не было какое-то такое достаточно подавленное грустное настроение у меня было то же самое раз после тренд-класса это была смена я была очень уставшая мне болел живот так что я еще тоже было без желания тем более вот эти вот мысли которые в этот момент у меня в голове и все как бы в себе вот так вот и в этот день в эту пятницу когда у меня началось закрытие кассы я перед тем как ее закрыть должна все прибрать убрать там есть специальный листочек в котором написаны мои обязанности и место но возникали вопросы на каких-то моментах и возможно в связи с настроением моей наставницы она мне сказала не надо спрашивать у меня кажется свой шаг думай сама я думаю ну ок хорошо буду думать сама в итоге пока я думала сама время то шло уже было 12 обычно в 12 я уже выхожу и 12 с чем-то я дома а в этот день я дома оказалась только в два часа ночи такой небольшой спойлер что же к чему вот я очень долго там разбиралась документами я уже просто засыпала я была вообще просто как у каким-то овощем этот момент и наставница по видать поняла что я особо то не справляюсь и начала мне все-таки говорить что мне надо делать поручение за поручением то есть я должна была сделать то это то есть она не говорила сразу объем работы которая должна сделать а поочередно и я не знала нужно ли мне ускоряться и нет то есть я не знала что мне ждет дальше я думал сейчас я вот это сделаю все меня отпустят домой но нет там про три это сделала ты это пересчитай вот это там еще нужно было заполнить таблицы это же все все-таки долго и я думаю когда же это уже закончится она говорит а теперь нужно протереть бутылки я протираю эти бутылки и спрашиваю а сколько вообще время а время было двенадцать тридцать а метро до скольки до часа и она не сказала ну ты может быть успеешь по пути проехать на метро то есть на какой-то станции левая должна была выйти и поехать домой на чем интересно ну и в итоге эти бутылки были последним моим поручением я собралась но я когда взяла телефон было дофига пропущенных от моей мамы от оли потому что время уже было уже почти час не 12 30 и когда я взяла трубку перезвонила маме то есть не то что пропущенные они мне продолжали еще и звонить я как это взяла телефон вижу пропущенный тут же опять звонок оказывается мама меня потеряла потому что я не брала трубку уже ночь где я почему меня нет какие обычно в это время она уже хотела звонить в полицию в итоге все в порядке со мной я поняла что смысла мне на метро ехать нет потому что пока еще за дождусь автобуса пока я даю до автобуса и зачем мне выходить на непонятные неизвестной станции если я могу сразу доехать на такси цена конечно такси в этот день был трэш потому что это пятница это ночь все куда-то едут и я говорю наставнице что я вызываю такси я поеду на нем такая тебя спросила сколько стоит такси дала мне деньги из чаевых из-за него и говорит но так делать в будущем нельзя это просто основываясь на том с какой скоростью мы закрывались то есть по сути обвинили меня я стажер я ничего не понимаю я делаю то что помнила то что не помнила я не делала в смысле с какой скоростью в итоге вот эта вот смена стала для меня как бы как раз последним пунктом моего увольнения как назло таксист заехал во дворы не мог долго выехать оттуда я ждала его еще полчаса где-то наверное в итоге мы нашли друг друга и когда я ехала домой я просто рыдала в этом такси и уже когда я была дома я приняла решение что мне нужно все-таки увольняться по итогу что хочу сказать я ни на кого зла не держу особенно на свою наставницу со всеми бывает и плохое настроение неплохое но как произошло так произошло возможно даже и хорошо если я так сомневалась то рано или поздно все равно бы что-то меня спровоцировала чтобы я все же уволилась на следующий день после смены я написала управляющему о том что я увольняюсь и он назначил мне беседу встречу беседу придя на эту встречу как только мы сели за переговорный стол он мне тут же сказал что я знаю что было в пятницу хотя я ему про эту пятницу ничего не говорила и он сказал что это не моя вина так не должно было быть и ты нам проходишь 10 из 10 мне бы очень хотелось чтобы ты уходила я была можно сказать в шоке думаю ничего себе кто-то нуждается во мне я подхожу на 10 из 10 и сказала что мне надо подумать подумать два дня также я обсудила возможность перехода в художники но мы управляющий сказал что в художники можно попасть только если я пройду пусть путь бариста то есть все равно да сдам этот несчастный экзамен и проработаю какое-то время бариста там несколько месяцев поэтому спустя два дня раздумий я ему написала чтобы уж сразу спросить есть ли вообще возможность перехода в художники в данный момент как бы в будущем как оказалось что нет пока художники не требуется и я подумала так и нафиг мне тогда не работать в пустоту если неизвестно когда они понадобятся снова поэтому сколько бы мне приятностей не говорили как бы мне грустно не было я решила уйти ну и последний блок моего видео это вообще мои мысли обо всем этом принятым решением честно мне было очень жалко уходить оттуда только по причине людей которые работают там мне очень вообще почему я также хотел устроиться на работу потому что мне хотелось найти новых знакомых и друзей потому что у меня их вообще нет только один и люди там работают очень хорошие то есть как там относится к работникам как там относится гастям Я нигде такого не видела Зачем ходить на работу Только ради людей Я подумала, что Зачем издеваться над собой Я хочу найти работу Которая будет полностью Меня устраивать по зарплате И по Моим чувствам к этой работе То есть моим ощущениям Мне должно нравиться Я должна получать удовольствие Тут я его не получала Мне не хочется прожить жизнь Работая на нелюбимой работе Это просто отвратительно И плюс я просто ищу же себя Поэтому Что же задерживаться На чем-то одном Поэтому так как перспективы В художнике на ближайшее будущее В Скуратов кофе У меня не было Я подумала, почему бы просто Тогда не поискать сразу что-то связанное с творчеством Если бы мне сказали, что Вакансия художника Как бы свободна Да, она есть То я бы доздала этот экзамен Проработала бы Но так как этого не было То я ушла Если бы возможность была Я бы потерпела Поэтому Те, кто хочет тоже попробовать себя В роли бариста Понять, что это такое То Скуратов кофе Просто идеально подойдет для этого Никто на вас орать не будет Все будет в порядке Только приготовьтесь, конечно К большой работе Я также не забыла сказать Как ты будешь работать Боиста Если ты не будешь знать Раскладки на собственное меню На напитки Я делала такие карточки Обклеивала скотчем Чтобы не Не залить водой Когда бы я их брала И также вот такой вот Блокнот В котором у меня Рецепты Раскладки на напитки На молочную классику На сладкие напитки Сроки годности Сроки хранения Дофига всего Так что бариста Это не просто Нажать на кнопочку Вылиться эспрессо Ты просто нальешь туда молоко Или забьешь его кое-как И нальешь Это все-таки Это Ну Это Большая Большая Работа Когда ты приходишь в кофейню Ты даже не задумываешься Ну налили тебе кофе И отдали Ты попил его Очень вкусно И пошел домой Но ты даже не задумываешься Какая работа За плечами этого человека Сколько чего он изучил Сколько чего он знает Ну это вообще Плюс Сколько часов он стоит За баром Ну это 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 Очень Очень тяжело Поэтому это не каждому подойдет Мне также было тяжело Стоять По столько часов На ногах Я не привыкла К такому У меня даже Два раза сводило ноги Потом после этого Меня предупреждали Об этом Вот Плюс Мне было очень тяжело Запоминать Раскладки На напитки Мне легче Запомнить Когда я это Не знаю Сколько-то раз Приготовлю Ну по сути Это логично Но мне надо было Все равно их выучить Потому что После Если бы я сдала Экзамен по эспрессо Я должна была Сдать еще Несколько Раскладок Управляющему То есть На память Он бы меня спросил И Я не знала Я думала Ну В моей голове В тот момент Было что нет Я что-то Короче Походу Блин Не сдам ему ничего Ну И все сопоставив Я уволилась Скажу это еще раз Конечно Грустно Потому что Я сейчас Вот Все-таки Не совсем У меня нет Уверенности В том Что я хочу Делать Чем я хочу Заниматься И я очень Надеюсь Что я смогу Найти Это дело Которым Хочу заниматься Но не знаю Меня также Еще Минусом Стало То есть Под меня Составляли Расписание Когда мне Удобно Ходить На смены Например По средам И субботам У меня Занятие По корейскому То есть Я никак Не могу Перенести Ничего Поэтому Мне было Очень приятно Что И вообще Я удивилась Что Мне сказали Конечно Мы будем Ставить смены Так Чтобы Твой корейский Не пострадал За это За это Большое Спасибо Но Так как Я обучалась У меня Были Эти лекции По кофе Смены Тренд Классы У меня Совершенно Не оставалось Времени На домашнее Задание Я Я просто Я бы занималась Корейским Но До этого Времени Еще Надо было Дожить Пройти Все Это Так Что Если Вы думаете В какую Кофейню Пойти Пожалуйста Выбирайте Куратор Кофе Если Вы Готовы Пройти Эти Трудности Это Очень Очень Хорошо Если Вам Это Понравится И Вы Будете Посвящать Этому Все Свое Время Это Тоже Очень Хорошо Я Буду Только Рада За Вас Мне Очень Жаль Что Мне Не Понравилась Эта Профессия И Поэтому Мне Прошлось Оттуда Уйти Так Что Я Даже Можно Сказать Прям Прям Грущу По По Наставнице Я Тоже Очень Скучаю По Еще Одной Девочке С которой Работала И По Управляющему Своему По Всем Они Очень Хорошие И Тренера Ну Ну Что Ж Вот Такой У меня Значит Путь Я Под Видео Также Оставлю Ссылку На Сайт Скуратов Кофе Чтобы Вы Смогли Ознакомиться Если Вам На Кофейне Спасибо Что Оставались Со Мно Все Это Время Не Знаю Насколько Выйдет Это Видео Для Меня Формат Разговорных Видео Дома Это Что То Новое Я До Этого Снимала Только Влоги Поэтому Это Мега Сложно Сидеть Разговаривать С Камерой Просто Чтобы Мысли Были Боже Это Я Офигеваю Просто Поэтому Спасибо За Просмотр И До Новых Встреч Я Думаю Что Это Не Последнее Мое Разговорное Видео И Еще На Какие Нибудь Темы Я Обязательно Запишу Также Были Неловкие Еще Были Неловкие Ситуации За Время Моей Стажировки В Кофейне Поэтому Я Могу Тоже Про Них Рассказать Неловкие Ситуации Также Были Два Неадекватных Гостя Поэтому Думаю Что Будет Интересно Вам Послушать Конечно Мое Видео Там Просмотров 40 Дай бог Набирается И Мне кажется Это все Мои Но Может быть Через Какое-то Время У меня Появится Больше Аудитории Которые Которые Будут Писать Комментарии Чтобы Я Понимала Что Интересно Что Не Интересно Поэтому Чисто От себя Могу Сказать Что Да Это Еще Не Первое Последнее Видео Разговорное Надеюсь Я ничего Не упустила Хотя Мне кажется Все-таки Упустила И Какие-то Моменты Не Рассказала Но Собственно Что Сделано То Сделано Так Что До Новых Встреч Также Забыла Рассказать И Показать Моя Наставница Подарила Мне Вот Такой Значок Это Означает Стажер Конечно Пусть Стажер Я Так Не Прошла Но Значочек Я Буду Носить Значай Добавляли Добавляли Добавлю Добавляли Добавляли Сегодня И Рассказали Я ночью Увидимся Добавляли Субтитры сделал DimaTorzok